МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В городнике Михаил Едигаров работает уже 17 лет. Особенности добычи знает до мелочей. Рассказывает, всегда был на хорошем счету. Тем не менее, попал в список сокращенных. Как не переживать-то? У меня мне 49 лет. Мне что не переживать-то? Люди постарше, если не доработали, есть два года до пенсии, чтобы по льготной идти. Их тоже сокращают. Им вообще тяжело. 53 года, 54. Куда им деваться? Поселок гудит. Две трети населения. Работники городообразующего предприятия. Поэтому сокращение коснется буквально всех. Слухи ходят самые невероятные, обнадеживают факты. По словам председателя правкоматюйского филиала, сокращению подлежат 87 должностей. Подавляющее же число специалистов, которые их занимали, переведены на другие виды работ. Из 17 сокращаемых белозистов, 11 мы уже трудоустраиваем. Остальные предлагаются водителями на вспомогательную технику. Но тоже в филиале. Причина столь непопулярных мер – цена на железнорудный концентрат на мировом рынке упала. Тюйский филиал работает с убытками. Чтобы не банкротить предприятие, руководство Евросруды поставило задачу значительно увеличить объем вскрышных работ на близлежащем карьере, передав отдаленный из Игольски в разработку подрядчику. Само собой, ему требуются люди. Он платит такую же зарплату, даже выше, по ряду позиций. Поэтому филиал ничего не теряет. В итоге, к 10 июня, к моменту сокращения, мы подходим к тому, что у нас будет не только устроено в пределах от 10 до 20 человек. На 800 человек численности это вообще ни о чем. Даже если учесть, что все по закону, звучит довольно цинично. Ведь теперь у одних статус и зарплата будет меньше, а другим вообще придется получать новую специальность. Служба занятости список вакансий уже подготовила. Это, конечно же, трудоустройство. Здесь по таким специальностям, специфическим горнодобывающим, это вахтовый метод. В настоящее время у нас есть в базе данных около полутора тысяч вакансий вахтовых методов. Из них около трети по вакансии, подходящим для данных работников. При желании будет оказана поддержка на организацию собственного дела 58 тысяч рублей. Некоторые из сокращенных всерьез рассматривают такую перспективу, но большинство ждут. В 2014-м, сообщает руководство Тюйского рудника, штата 5 будет расширен процентов на 20. И тогда те, кто сегодня потерял работу, смогут вернуться на предприятие. Юлия Константинова, Владислав Пустовод, Вести Хакаси. Счета за квартплату станут ниже. Собственники жилья впредь не будут оплачивать потери и чужие долги. Обращение Верховного Совета Хакаси получило поддержку 20 регионов России и вызвало ответную реакцию в федеральном центре. Дмитрий Медведев подписал постановление изменить правила предоставления коммунальных услуг. В итоге полностью изменен порядок расчета, сколько холодной и горячей воды идет на обслуживание дома, на уборку подъездов, мытье окон, полив клумб и ряд подобных услуг. Теперь общедомовые нужды, вызвавшие массу недовольств и путаницу при оплате коммуналки, представляют собой конкретные нормативы. Общедомовые нормативы будут начисляться не как разница между индивидуальными предуборами учета, нормативными тех, у кого их нет, и общедомовым прибором учета, а как строго и конкретно установленный норматив на общедомовые нужды, то есть на мытье лестничных клеток, окон и так далее, я имею в виду воду. А вся разница, которую я подчеркну, что мы тогда в своем обращении Верховного Совета Республики Хакаси подчеркивали, что это хищение, приписки, потери и сверхнормативное потребление тех, у кого нет индивидуальных приборов учета, вот эта вся разница, которую ранее разбрасывали на всех, теперь будет считаться убытками самой управляющей компании либо организации. Еще одно новшество. Из общедомовых нужд полностью исключили канализацию, то есть водоотведение. К тому же, если раньше управляющие компании предлагали собственникам жилья самим вычислять так называемые нулевые квартиры и таким образом снимать с себя чужие долги, то теперь искать потери коммунальщики будут сами. Одна из норм – постановление разрешает управляющим компаниям самостоятельно составлять акты на людей, не прописанных, но проживающих в квартирах, где нет приборов учета. В дальнейшем по этим актам отработают участковые. Жителям нулевых квартир выпишут штрафы. Нелегалов на территории Хакасии сегодня искали сотрудники миграционной службы. Проверки прошли на крупных торговых базах Абакана. В рейде приняли участие и наши корреспонденты. Константин Кравцов подробнее. Людей в форме с дубинками на оптовой базе «Соболь» в Абакане явно никто не ждал. Нелегалы в разные стороны, но далеко убежать не удалось никому. Выходцы из ближнего зарубежья продают на этой базе в основном не фрукты и овощи, большинство из них – наемные рабочие. Строители, отделочники, грузчики, готовые за скромную плату работать и днем, и ночью. Сейчас везде работаем, мало плоти. Некоторые до 36 принимают, до 35 на работу. А старше не принимают сейчас. Поэтому здесь. Недолго мешкая, полицейские и миграционщики доставляют гостей из бывших союзных республик в городской отдел для проверки документов. Как и предполагалось, не у всех они в порядке. Есть вот один гражданин, у которого регистрация закончилась в 2012 году еще. Единственное, я говорю, то, что запросы придут сюда. То есть будем составлять протоколы. По неофициальной информации, в Хакасии до 30% прибывших иностранцев имеют проблемы с регистрацией. Паспортисты говорят, это в первую очередь негативно сказывается на самих приезжих. Закон о снахождении на территории Российской Федерации, ну и определенно защищает иностранного гражданина. Если он находится здесь, он определенными правами обладает, ну и обязанностей. В ходе сегодняшнего рейда силовикам удалось задержать 35 иностранцев. Непорядок в документах у 10 человек. Теперь они обязаны покинуть Россию, прежде уплатив по штрафу в 2000 рублей. Константин Кравцов, Алексей Голубев, Вести, Хакасия. В России продолжается голосование за самые уникальные природные места и памятники культуры. Напомним, мультимедийный проект-конкурс «Достопримечательности и красот страны» стартовал в конце марта. Организаторы – телеканал «Россия-1» в партнерстве с Русским географическим обществом. Проект поддержали все 8 округов, в том числе и сибирский федеральный. Здесь для голосования выбрано 113 достопримечательностей. Хакасия выставила на народное голосование 12 объектов. Сегодня задача – вывести их во второй тур. 30 июня будет определена десятка лучших по Сибири, всего 80 по России. Пока единственная из наших достопримечательностей, у кого есть реальный шанс остаться в лидерах – Саяно-Шушенская ГЭС. Станция сегодня на седьмом месте. В тройке лидеров – озеро Байкал и томский памятник домашним тапочкам, который, кстати, опередил Новосибирский зоопарк. И именно благодаря активности жителей Томской области. У нас тоже еще есть время заявить о чудесах Хакасии на всю страну. Необходимо зайти на сайт, выбрать сибирский округ, найти нашу республику и открыть список достопримечательностей. Один раз в сутки можно выбрать три объекта или трижды проголосовать за один. Адрес сайта сейчас на экране. Впереди выходные, а за ними длинные майские праздники. Поэтому особенно остро встает вопрос пожарной безопасности. Не только в населенных пунктах, но и лесных массивах. В этом году произошло уже несколько лесных пожаров. О том, будет ли ограничен въезд на территорию лесничеств и какое наказание грозит виновнику пожара, мы узнали у Сергея Абрамова. Председатель Госкомлеса Хакасии сегодня гость нашей студии. А прямо сейчас рубрика «Есть мнения» и прогноз погоды. Увидимся.